Триумфально начало свои гастроли в Караганде российское цирковое шоу Ратиани. 15 сентября московская труппа, в которую входят артисты знаменитых на весь мир Большого цирка Навернадского и цирка Дюсалей, просто поразили собравшихся зрителей своей искрометной и зажигательной программой. Даже взрослые, не стесняясь, восхищались московскими артистами. Что уж говорить про детей, которых среди зрителей, конечно же, было большинство. Искусством шоу Ратиани наслаждался и наш корреспондент Андрей Кузнецов. Цирк – самое честное из искусств. Здесь не бывает фонограмм, вторых дублей и вообще фальши. Ведь основные зрители – это дети, а они любую фальш чувствуют как сейсмографы. А когда приезжает такое уникальное цирковое шоу, как Ратиани, радость на 2,5 часа, а именно столько длится программа, для мальчишек и девчонок гарантирована. Вообще я работаю инспектором Манежа, веду программу общую. Это Большой Московский цирк на проспекте Вернадского. То есть фирма и марка Большого Московского цирка. Все артисты оттуда. И еще у нас есть номера, которые работали в Дюсселей 5 или 6 лет. У нас три номера шикарных. Я считаю, что лучших вообще я больше не видел за 40 лет работы. В шоу Ратиани работают и заслуженные артисты России, и совсем молодые ребята. Вот, например, гимнастка на трапеции Эльнира Абдулина и музыкант-эксцентрик Ян Майданский еще в школе учатся. Однако работают в основной программе, и их номера имеют неизменный успех. Я с самого детства в цирке, то есть с пеленок, так как мой папа был в цирке, потом они встретились с моей мамой в театре, и так тоже пришли в цирк, и вот я появился на свет уже, можно сказать, в пеленке. С пеленок бегаю по конюшням. Акробаты, клоуны, гимнасты, животные. Практически в программе любого цирка такие номера присутствуют. Но мало кто может похвастаться таким мастерством, как шоу-программа Ратиани. А ведь в репертуаре цирка есть и уникальный номер. Я думаю, что есть аттракцион «Человек-невидимка», который единственный остался в России в таком составе, руководитель Людмила Ратиани, это уже пятое поколение артистов. И я думаю, что больше такого в России нет. Так как нет Кио уже, я думаю, что единственный представитель у нас остался. Андрей Кузнецов, Бауржан Алипов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский. Гастроли в Караганде российского циркового шоу Ратиани продлятся до 14 октября. А теперь к новостям спорта. О них расскажет мой коллега Бек Абдинов.